Десантно-штурмовой катер Кентавр спустили на воду в Киеве. Его изготовили по заказу Минобороны Украины. Судно разработано в Николаеве. Оно продолжит линейку бронированных катеров Гюрза и Гюрза-М. Кентавр способен передвигаться со скоростью 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением. Судно оснащено реактивной системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. А за счет системы стабилизации может вести прицельный огонь на большой скорости. 17 раз с начала суток боевики открывали огонь на Донбассе. Под обстрел российско-оккупационных войск попали позиции украинских военных у более чем 10 населенных пунктов. Вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие российские наемники применили в районе станицы Луганской, Жовтого, Крымского и Новотошковского. А также Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Гнутова, Широкина и Водянова. В ряде случаев бойцы объединенных сил открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет. Контрольно-пропускные пункты Каланчак и Чаплынка в Херсонской области возобновят работу в полном объеме. Эту информацию UATV подтвердил начальник пресс-службы херсонского погранотряда Иван Шевцов. Пропускать людей и транспорт через административную границу с оккупированным Крымом пограничники начнут с 10 утра по киевскому времени. 6 сентября пункты пропуска Каланчак и Чаплынка временно приостановили работу из-за выбросов опасных веществ крымским титанам. По словам Шевцова, сейчас ситуация стабилизировалась, показатели проб воздуха в норме. В то же время в Армянске объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщил так называемый начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в Крыму Алексей Фридман. Причина якобы пятикратное превышение концентрации вредных веществ в воздухе. 23 августа в оккупированном Крыму в Армянске на заводе «Титан» произошли выбросы опасных веществ. 27-го местные жители в соцсетях начали жаловаться на проблемы со здоровьем и липкую ржавчину на металлических предметах в городе. Последствия выброса очутили и в соседней с оккупированным Крымом Херсонской области. Почти две тысячи детей из семи сел, смежных с крымской границей, вывезли на оздоровление. Бесконечная цепь голодающих. Акция с таким названием в поддержку Олега Сенцова стартовала в Париже. Организовала ее группа французских режиссеров. По очереди они будут голодать в течение одного дня у российского посольства. Таким образом требуют освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 124-й день, и других украинских узников Кремля. Украинского режиссера российские силовики задержали в оккупированном Крыму в мае 2014-го. На основании сфабрикованных доказательств его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015-го российский суд незаконно приговорил украинцев к 20 годам колонии строгого режима. Наказание отбывает в колонии «Белый медведь» на Ямале. 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку. Прекратить ее обещает только после освобождения России всех украинских политических узников. Второе слушание по делу бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива состоялось в итальянском городе Паве. Его обвиняют в причастности к убийству итальянского репортера Андреа Ракелли на Донбассе в 2014-м году. Но сегодня суд длился недолго. Судья объявил о переносе даты суда на 23 ноября. Причина неготовности Украины как государства присоединиться к процессу. На прошлом заседании к иску против Виталия добавился иск против Украины. Его подали ряд общественных организаций Италии. Украинская сторона потребовала разделить эти два дела и рассматривать их отдельно. Суд отказал и дал время подготовиться. К сожалению, закон Италии не позволяет отделить эти два дела. Обвинение Виталия в гибели Андреа Ракелли и иск государства Украина. Это все началось как единый иск и будет таким оставаться. Понятно, нас это не радует. Мы хотим как можно скорее найти правду, кто именно виноват в смерти нашего сына. Спасибо Богу, что он сейчас достаточно спокойный и уверенный. Я радуюсь этому, потому что был период с нервными срывами. Его паника накрывала. Сейчас это человек, который все разложил по полочкам. Понимает, что нужно время. О том, насколько обоснованы показания против Виталия Маркиева разбирался мой коллега Артем Хоменко и пообщался с его женой больше, смотрите далее в сюжете. С женой Виталия Маркиева Дианой встречаемся в Киеве. Она держится спокойно и слегка отстраненно. Своего мужа она не видела больше года. Связь поддерживают по телефону. А еще пишут письма друг другу. Каждую неделю. Он может звонить. Один раз в неделю. Нам на разговор дают 10 минут. Почти три года Диана ждала Виталия, пока он защищал Украину на Востоке. В 16 лет он уехал в Италию, где получил образование и работал диджеем. Он мог бы стать одним из самых успешных в Европе, но во время Майдана вернулся в Киев. И одним из первых пошел служить в новосозданную тогда Нацгвардию. Это фрагменты сюжета о Виталии одного из украинских телеканалов. Здесь они вместе держатся за руки во время одной из коротких увольнительных. Когда Виталий вернулся из армии, они полетели отдыхать в Италию к родителям. Прямо в аэропорту его задержали полицейские. Шок был. Был шок. Видно, было и по Виталию, и я сама была в шоке. Казалось, сейчас приедем в отделение, они там во всем разберутся, все поймут и его отпустят. И все на этом закончится. Виталия обвинили в убийстве фото-журналиста Андреа Рокелли, который попал под обстрел у подножья горы Карачун на Донбассе в 2014-м. Итальянская фемида квалифицирует смерть Рокелли как убийство, а не то, что он стал жертвой обстоятельств в зоне боевых действий. Впоследствии обвинение Марки в усмягчили до содействия тем, кто обстрелял Рокелли. Главный аргумент обвинения – слова итальянской журналистки Иларии Морани, которая якобы слышала признание Виталия в обстреле в разговоре с ее коллегой. Собственно, на этом защита акцентирует. Если журналистка даже не может вспомнить, на каком языке шел разговор, можем ли мы доверять ее словам и тому, как она их передала? Ни одной записи этого разговора не существует, а только слова журналистки, записанные итальянской газетой. Больше года Виталий находится в тюрьме в Павии. Италия оставляет без ответа предложение Украины создать совместную следственную группу и исследовать место гибели Рокелли. Суд будет заслуживать сторону обвинения до ноября, а потом до марта – сторону защиты. Диана постоянно проводит акции в поддержку мужа в Украине и не теряет надежды вскоре увидеться. Какие, возможно, у вас были с Виталием, планы на мой дух? Как было, что это произошло? Планы не были? Планы есть? Или все попереду? США ввели санкции против двух компаний из Китая и РФ и гражданина КНДР. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. В список попала китайская компания Янбян Сильверстар Нетворк и ее исполнительный директор, а также размещенная в России дочерняя Валасис Сильверстар. Их обвиняют в незаконном финансировании Северной Кореи. Китайскую компанию Сильверстар связывают с Департаментом промышленности боеприпасов правящей партией Северной Кореи. Последняя контролирует программы по баллистическим ракетам. И первого космического туриста, который облетит Луну, выбрала компания SpaceX. Кто отправится в путешествие и почему именно этот человек, расскажут в понедельник, 17 сентября. Об этом говорится в твиттере компании. Турист полетит на космическом корабле Big Falcon Rocket. О планах отправить космических туристов на Луну SpaceX заявила в начале 2017-го. Тогда хотели отправить двоих человек, которые заплатили за полет. Первое путешествие длиной в неделю планировали совершить в конце 2018-го. А затем стало известно, запуск отложат как минимум до середины 2019-го года. Луна – единственный астрономический объект, на который ступала нога человека. Последний раз на нее высаживались американцы в 1972-м году в рамках миссии «Аполлон-17». К этому часу пока что все эту и другую информацию на наших страницах, в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск через два часа. Тогда и увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова